здравствуйте друзья сегодня с нами альбина которая выиграла green card 2019 году и сегодня расскажет нам свой путь от выигрыша до переезда в сша свой тернистый путь ну собственно так вот у нас появилось жилье нужно опять же понимать что жилье ты снять ты снял но она абсолютно пустое тебе не сдают жилье с мебелью то есть что в этих апартаментах есть да здесь вот было что ну вот стол такой знаете просто обычно как разделочный стол кухонный гарнитур холодильник микроволновая печь газовая плита стиральная машина сушильная машина посудомоечная машина в общем то это вот весь набор такой что в принципе есть но это тоже немаловажно как говорится но тем не менее как обстояли дела с вашим трудоустройством до трудоустройства когда мы то есть месяц шел прошел моментально то есть мы за этот месяц устроили детей школу а еще нужно понимать что документы а такие как green card и social security number это очень важные документы собственно здесь постоянно у они просят паспорт они просят айди твое айди как бы удостоверение личности и когда ты показываешь паспорт они все шугаются и типа чё за фигню ты мне суешь вот и они такие типы это не айди и вот это не надо мы говорим но у нас другого нету айди значит потом но если они смотрят допустим ты показываешь листочек с визой то у тебя виза там просрочена в том плане что она дается на полгода с моментом вот но внизу есть приписочка что она действует пока у тебя нету green card на руках вот эта виза действует как green card обычно обычно green card и social security number приходят автоматически с момента пересечения границы приходит по почте в течение двух недель как только ты прибыл вот но мы же приехали в пандемию и никаких двух неделях речи быть не может и в общем мы первый месяц даже не месяц а все три месяца мы занимались тем что выбивали нашелся social security number потому что даже вот трудоустроиться на легальной основе это просто сложно сделать было потому что работодатель он хочет видеть соответственно грин карту что ты действительно легально легальность житель страны и плюс social security number ну как и на 1 наш да то есть куда они в дальнейшем могут себе начислять вот эти налоги я сделала я написала в фейсбуке что мне нужна работа за кэш ну я думаю что это в этом нет ничего такого имеется ввиду знаете ну ну а куда одеваться детей кормить надо но еще знаете что хочу сказать наверное америка это именно та страна где ты не останешься голодным то есть потому что здесь во всевозможных фут футбанков полно то есть это места где у тебя даже документы не спросят просто тебе выдают спрашивают сколько ну или ты вчетвером например приходишь они тебе дают знаете прям целыми огромными тележками овощи фрукты там мороженые ну в общем чего только угодно ну просто мясо блин я не знаю там и это все бесплатно это все бесплатно все хорошего качества не просрочно просто многие говорят наверное это просрочка поэтому так дают ну то есть в наших наверное постсоветских странах в общем все что отдают бесплатно наверное это так позиционируется значит какая-нибудь фигня там просрочка и все такое нет это не так америка так помогает низшим слоям населения да которые там в трудной ситуации которые стали без работы да плюс еще здесь знаете очень много разных разных религиозных церквей например да и ты можешь не верить может быть конкретным атеистом но ты туда придешь и тебе также выдадут две тележки еды вот я об этом даже в инстаграме писала что в этом ничего плохого нет ну то есть мы приехали действительно с небольшой суммой денег и мы мы ходили вот в церковь ну пару раз но мы ходили потому что футбэнк они тоже ну и там еще очень много пенсионеров вот я заметила очень много пенсионеров это блин и в очередной раз в такие моменты меня просто до слез пробивает я даже иногда стою плачу не может запарила сырость разводить я говорю ну почему наши вот и вот русские жители россияне да вынуждены стоять у переходов блин с протянутой рукой а тут просто пожилые люди приехали на своей тачке открыли багажник им даже не нужно выходить из этой машины открыли багажник им туда две-три коробки еды знаете это реально огромные коробки и она приехала и у нее весь багажник полной еды она уезжает домой к себе и ну чтобы вы понимали мы вчетвером ходили да и мы ходили раз в месяц потому что еды было настолько много у нас был была полностью забита морозилка мясом с сырами причем разными сырами натертым сыром обычным таким вот да возникает вопрос а зачем тогда вообще ходить в магазин и покупать еду можно просто подъехать тебе загрузят да да ну согласна наверное многие так и делают но опять же мы делали это когда вынуждены были у нас просто не было то есть лишних средств чтобы мы потратили на еду потому что еда это такое средство которое ты все равно больше как говорится ну как топливо в расход идет и все по сути вот но как только вот у меня муж нашел работу грубо говоря почти через три месяца то есть вот как раз он нашел работу и нам пришли документы вот собственно все три месяца он искал а я работала за кэш потому что опять же я работал работали вот фейсбуке я работала не они три три четыре пять по разному раз в неделю вот и помощница по хозяйству два раза в неделю вот собственно вот этой суммы которую я заработала в общем то мы погашали такси которым я переезжал туда-сюда потому что не было машины вот и да жилье то есть кварплата аренда и мы кое-как протянули в общем то эти три месяца вот а потом уже супруг нашел работу что здесь важно самое главное понимать здесь резюме составлять нужно не так как мы привыкли это делать в россии здесь резюме составляется иначе то есть ты должен описать все свои скиллы ну прям вот просто знаешь не знаешь но лучше пиши чем и по ходу дела ты их как говорится осваивай да чем ты будешь говорить о это не мое о я этим не заниматься ну то есть так можно просидеть и год и два и три вот и самое знаете смешное было наблюдать когда прошел месяц у меня супруг значит разместил резюме и думал ну все сейчас звонки посыпятся а фиг там тишина вообще полная он так он что такое потом ну опять же благодарность большая людям которые вот у нас здесь с которыми мы с помощью инстаграма познакомились там муж тоже долго искал работу и он как бы рассказывал все какие-то нюансы которые могут быть в резюме и мой супруг значит послушав приходил домой и поправлял свое резюме на следующее утро уже ты слышишь кого звонки потихоньку потихоньку пробиваются один-два там в день но это вообще ничто вообще ну как бы один-два звонка в день кем сейчас работает муж он работает по специальности да он айти специалист инженер хочу сказать что язык у меня пока особо не продвинулся ну как мне кажется то есть я понимать понимаю людей в общем то в целом но сказать меня сложность есть но я уже не боюсь людей то есть я боялась их тут ровно дня три-четыре потом мне надоело это делать и я стала выходить даже специально ходить с людьми ну и встречаться с какими-то людьми ну не с русскоговорящими чтобы хоть как-то пытаться разговаривать но самое сложное ну я не знаю даже именно начать наверное вот это вот разговаривать не бояться что болтать и если ты вдруг скажешь там ну просто промолчишь и и отвернешься они посчитают это очень грубо и ну как бы не очень хорошо лучше сказать там улыбнуться и сказать sorry там i not understand или еще что-то они все говорят и начинают что-нибудь это типа и тюкей тюкей и но это их не останавливает ты им сказал что ты не знаешь английский их это не останавливает они с тобой продолжают дальше разговаривать разговаривать и уже там как говорится панакаты на панакаты потихоньку начинаешь они в этом плане очень терпеливы и если ты не понял фразу одним вопросом потому что они любят жутко любят сокращать ну вот и ты думаешь что он сейчас сказал они тебе фразируют русским к русским абсолютно хорошо они наоборот говорят о вы крэйзи так далеко приехать сколько вы летели то есть и вот это вот больше то есть они наоборот восхищаются кстати по поводу хочу вернуться как же мы все-таки открыли банковский счет вернусь потому что когда у нас уже мы ходили же делать чеки в ближайший магазин раз через дорогу у нас как раз банков америка и так как мы здесь уже в лизинг офисе нам дали такие буклеты про комьюнити то есть схемы там с адресом все мы как раз таки на авось зашли вот в этот банков америка и попали на главного менеджера там и объяснили ей ситуации то есть мы решили говорить просто как есть не юлить не придумывать мы просто сказали вот мы свежие мигранты из россии значит у нас нету счета мы хотели бы его открыть для того чтобы вот смотрите у нас есть буклет вот мы здесь хотим сейчас снять жилье но мы не можем этого сделать вот смотрите мы сходили сделали чеки чтобы мы смогли за него оплатить и женщина так прониклась в этом плане она сказала чтобы большие молодцы это очень сложно ну ну как бы начинать с нуля в общем она просто вошла в положение и она единственное спросила если у вас российская какая-нибудь карта где написано фамилия имя вашего вот чтобы как бы подтвердить что действительно ну естественно есть мы предоставили вот и таким образом меня супруг открыл получается себе дебетовую карту куда мы сразу же могли положить деньги в общем и уже уже мы возвращались не только с этими чеками но еще с открытым счетом вот у нас счет был но саму пластиковую карту дебетовую они тоже присылают по почте здесь в принципе все документы присылают по почте вот сложно было зачислить детей в школу нет сложности вообще никаких не было мы все сделали практически онлайн там буквально за несколько дней до начала учебы мы просто сходили забрали материалы а и там нужно было оставить пакет с документами тоже при входе просто ты оставляешь файлик складываешься документы оставляешь и все в общем то у нас а в плане прививок все было после медосмотра в моме они все нам делают ксерокопии и с этой ксерокопии ты уже идешь просто к чему спрашиваю дети же получается русскоязычные как проходит обучение в школе дети русскоязычные и когда мы тоже пришли нас этот вопрос волновал мы очень много спрашивали звонили по телефону они говорят все хорошо здесь очень много таких детей которые не говорят на английском ну типа это не проблема и в конце года они у вас заговорят ну они конечно я не скажу что прям заговорили но они также понимают в общем то тесты сдают ну все хорошо и даже перевыполняют как ну как я считаю даже план в том плане что они пришли вообще сырые а сейчас в конце года вот осталось месяц и они сейчас тесты всякие разные проходят у нее достаточно хорошие результаты вот но есть сложность у них в отношении с американскими детьми потому что дети ну я не скажу что здесь прям такие добрые открытые дети здесь очень конечно часто если ребенок не знает например языка лучше конечно заранее подготавливать детей и учить язык пусть британский английский неважно пусть хоть какой-то английский дети знают не говорите что они над ними издеваются есть такое действительно это именно буллинг со стороны детей они такие типа да ты не знаешь язык ты не можешь за себя постоять даже если ты понимаешь ты действительно не можешь за себя постоять там у тебя словарного запаса ты ну жизни конечно гораздо лучше ну в плане знаете того что у тебя здесь нет то есть в россии мы были все время я тоже вот в инстаграме это четко часто всегда описываю что мы там были как говорится во первых мы там жили в многоэтажке большой да на шестнадцатом этаже и как говорится и ты всегда в четырех стенах каких-то да ну то есть ограниченные потом плюс ты все время куда-то спешишь бежишь дорога занимает очень долгое время то есть там отвезти ребенка на гимнастику тебе час в одну сторону там то есть это так много времени россия большая страна и нас много очень много и хочу сказать мы все время куда-то спешили 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 и мы там спали по четыре пять часов в сутки и мне казалось этого времени мало я ничего не успеваю это был какой-то вот в таком бешеном ритме ты жил это и когда мы сюда приехали вот мне пишут вы живете как на курорте время например это пятница мы можем в девять вечера просто сесть в машину и поехать на океан просто тупо там до десяти до полуодиннадцатого вечера до одиннадцати ну неважно далеко 15-15 минут езды и ты на океане и ты подышал этим воздухом и ты такое умиротворение там словил да и все и думаешь блин ну так круто и спится совсем по-другому ну я не знаю покрою с белой завистью вот ну нет на самом деле я тоже смотрела и думала блин ну это так круто я реально каждое утро у меня утро начинается с благодарности вот я не знаю во вселенную что мы здесь и это действительно здорово ребят все эти тяготы которые придется пройти они того стоят однозначно это компенсируется альбин тебе огромное спасибо за информативное интервью я думаю теперь у наших подписчиков будет меньше вопросов касательно получения грин карта то есть на самом деле не все так легко как описывается в интернете да чтобы вы понимали все все нужно добиваться все это трудно но его стоит ребят у альбины прекрасный информативный инстаграм где она рассказывает о жизни в калифорнии да и о самой грин карте ее получения страничку я подкреплю под этим видео вы всегда можете написать альбине спросить у него какие-то свои вопросы ну и нам конечно тоже альбина в завершение дай совету какой-нибудь эмигрирующим которые вот хотят переехать с сша может быть все таки есть какие-то подводные камни которым нужно готовиться может быть все таки не все так хорошо ну дорогу осилит идущий тут действительно важно знаете если ты уже ввязался во все это ты должен идти до конца и не смотреть назад ни в коем случае назад ты в любом случае можешь вернуться в любое время как говорится окей ну допустим найди ты эти допустим 9000 да отложи допустим на нз на билет в обратную сторону если тебе от этого будет легче и ты можешь вернуться к себе на родину да ну со словами ну ладно у меня ничего не вышло это может сказать любой как говорится но если уж вы взялись за это идите вперед до конца и не пожалеете в любом случае все двери открыты именно тем людям которые несмотря на всякие знаете жизненные такие подножки идут дальше и главное еще не унывать а с позитивом потому что если ты будешь унывать конечно ничего не получится это вот самое главное все счастливые люди прошли термисты поэтому да она того стоит все спасибо большое спасибо